Добрый день, дорогие друзья! Наш сегодняшний выпуск посвящен одному очень интересному интервью, которое мы взяли у главного редактора сетевого издания «За Краснодар» Вячеслав Вячеславович Потапов. Это очень интересный человек, он в прошлом чиновник, и он очень сильно погружен в проблемы края. Как мы здесь оказались? Мы обычной проблемой занимались с жильцами дома Бородинской 10, у которых огромные проблемы с управляющей компанией, но мы когда погрузились в эту тему, мы узнали очень много интересного. Сейчас вот давайте послушаем вместе, что нам рассказывают о ситуации в крае, о работе судов, о работе департамента архитектуры. Вот человек достаточно принципиальный, осведомленный житель края. Давайте послушаем вместе. Это очень показательно. Добрый день, Вячеслав Вячеславович. Момент истин. Данил Котовский. Мы уже по доброй традиции пригласили вас вот к этому диалогу, поскольку у нас готовится там несколько материалов к выходу по Краснодару, а вы у нас теперь уже главный специалист по Краснодару. Мы уже имеем с вами добрую традицию общения. В поле нашего зрения сейчас находится несколько тем, таких как, например, известная вам уже строительная компания «Ава», которая руководит Вагану Рутюнян. У нас есть обращение краснодарских жителей с двух адресов, в основном Бородинской 10. Там происходят выпиющие вещи. Управляющая компания, которая называется «Уютный дом», владелец этой компании группа «Ава». Руководит этой компанией жена Вагана, Людмила Сергеевна. Значит, что там происходит? Жители себя называют заложниками вообще компании «Ава». К дому незаконно подключены несколько объектов, такие как офис «Авы», там виден кабель, у нас есть запись. Рядом стоит автомойка, которая принадлежит Татосу Рутюняну, которая по непроверенным данным является двоюродным братом Вагана Рутюняна. Там есть пекарня тоже подключенная и какие-то еще соседние дома, которые подключены к энергетическим мощностям этого здания. Это большой жилой комплекс буквой «П», находится Бородинская 10. Дом находится в катастрофическом состоянии техническом. Там весь подвал заливается водой, подземная стоянка, там у них лопаются трубы, не отремонтированы подъезды, совершенно необоснованно поднимается квартирная плата под предлогом того, что вдруг найден какой-то протокол 2013 года, который случайно завалялся у кого-то из учредителей этого уютного дома. Но это с учетом того, что ключи раздавались в 2014 году этим жителям. Жители находятся в крайне возбужденном состоянии, они возмущены всем происходящим, но они не имеют кворума. Кворума они не имеют для смены управляющей компании, поскольку больше 50% это либо работники группы АВА, либо его родственники, все вот это армянская диаспора. Вы, поскольку у нас большой эксперт по всем событиям, происходящим вот с этой замечательной компанией, по их связям с судебной системой, с губернатором, не могли бы каким-то образом нас просветить, потому что вот мы готовим сейчас большой материал или каким-то образом дать свои комментарии на эту тему. Тут сама группа компании АВА попала в нашу редакционную разработку исключительно после того, как в микрорайоне Новознаменский произошло подтопление канализации. Канализацию всю эту строила группа компаний АВА, эксплуатирует сейчас ее Краснодар-водоканал. Буквально там неделю, наверное, фонтанировала канализация, стоки текли, заливали все, что можно, никто ничего не делал. И тогда мы стали этой темой заниматься, и вот выяснили ряд моментов в отношении группы компании АВА. В частности, то, что Венемин Иванович Кондратьев имеет какое-то теплое особое отношение, вот оно наблюдается. И прокуратура Краснодарского края. Кто там конкретно в прокуратуре теплое отношение имеет к деятельности компании АВА групп, нам неизвестно. Это, наверное, оперативные органы должны выяснять. Или прокурор Краснодарского края Трештабельский. Он должен выяснить, кто, почему надзорный орган не занимается, не наводит порядок. Вот одним из застройщиков требуется, вот губернатор и прокуроры требуют, чтобы закон соблюдался, нормы градостроительного проектирования до точки. А группа компании АВА строит, сам департамент краевой архитектуры указывает, что вопиющее нарушение, которое полностью противоречит риторике губернатора, его публичным заявлениям, стинанием, прямо таким. Но никто ничего не делает и устранять нарушения никто не спешит. А в это время другим компаниям строить не дают по надуманным причинам. Они идут в суд, получают решение суда, которое обязывает заново пересмотреть, значит, заявление о выдаче разрешения. Они заново опять пересматривают и опять отказывают в выдаче разрешения по каким-то новым основаниям, хотя это запрещено законом. Ну, в общем, вот это вопиющее вакханалия со строительством и содействием деятельности ряда структур, не только АВА группу надо отдать должное, не только АВА группу, но она такая как бы основная в нашем понимании. Вот есть еще другие компании, которым создаются органам государственной власти субъекта условия для работы, не такие как для других. Ну, то есть это прямо запрещено законом, это коррупциогенный фактор и прокурор должен меры принимать. Но прокурор ничего не делает совершенно, никакие меры не предпринимаются. Почему? Ну, задайте вопрос товарищу Табельскому, он нам не отвечает ни на что. В нашей истории жители, они же не просто там плачут, да, они обращаются во все инстанции, в прокуратуру, в следственный комитет. Следственный комитет проводил доследственную проверку по факту незаконных подключений, по факту там незаконного поднятия тарифов, да, ну, как бы все чисто и так вот отписывается. Во всех этих историях, вот в этих, которые две знаем мы, фигурирует один и тот же следователь, да, его фамилия Маранов, там он дает там эти ответы. Может быть, там его начальство, там какое-то есть лобби, видимо. Этот следователь, мы с ним знакомы, я ему предоставил все документы по факту того, что администрация вела в эксплуатацию живой комплекс не весь, а там частично живой комплекс Смородина, несколько, значит, литеров, приключенных к недействующим сетям канализации. Ничего мы так и не услышали, даже ответа на это обращение, которое направлялось товарищу Бастрыкину Александру Ивановичу, и знаю там, что у них происходит в следственных и надзорных органах. Вот когда касается определенного ряда компаний строительных, застройщиков, которые сегодня вздули цены на жилье, ну просто сумасшедшие цены, они как в Москве сегодня цены, в Краснодаре как в Москве. Почему? Потому что конкуренция ограничена, чиновники говорят, мы это делаем, чтобы Краснодар не стал резиновым. На самом деле, я как понимаю, что это коррупция, что чиновники делают это только для одного, чтобы у компаний, которые приближены к администрации Краснодарского края, там, к которым губернатор имеет теплое отношение. Вот. И нынешний мэр его ставленник, товарищ Наумов, он точно так же ведет себя в отношении этих компаний. Им все можно. И вот им можно все, а другим ничего нельзя. В результате у них возникает, ну сами понимаете, излишек, ну прибыль большая. Всегда есть возможность поделиться с чиновниками. Я больше чем уверен, что и органы ФСБ внимательно за этим наблюдают, все документируют, все это лежит в папках до поры до времени. А пора, наверное, наступит тогда, когда в генпрокуратуре сменятся люди, которые курируют Краснодарский край, которые, наверное, или не видят что-то, или, может быть, тоже как-то заинтересованы. Никакой прокурорской работы в отношении администрации Краснодарского края, губернатора Краснодарского края, сегодня не ведется в Краснодарском крае. Вот эта группа жильцов, она, естественно, обращалась в прокуратуру, да, для, ну, с заявлением о восстановлении гражданских прав, там, вот в области жилищного как раз вот этого вопроса. Подали заявление в прокуратуру. Знаете, что они через законное время, они пришли за ответом. Знаете, что прокуратура ответила? Мы потеряли ваше заявление. Они его переподавали. То есть вот такие вещи. А в плане того, что вы говорите с генпрокуратурой, ну, сейчас, может быть, произойдут в вашем южном округе, могут произойти, ну, мы надеемся, что они произойдут положительные сдвиги в том отношении, что сейчас представитель генпрокуратуры по южному округу, он назначен новый. Это его фамилия Катасонов. Он, это бывший зампрокурора Москвы еще при нашем Попове, да, и достаточно принципиальный дядька, и он, ну, даже со своим начальником вступал там в определенные разногласия. Поэтому, ну, есть, ну, такое, ну, наше такое журналистское предположение о том, что этого человека ввели специально, чтобы немножко вот этот между собой краевой каким-то образом там, ну, мы надеемся, что нарушить, ну, хотя бы, по крайней мере, какие-то препятствия. Поэтому мы вот своим теперь уже подопечным порекомендовали, они подали сейчас на этого Катасонову, прям, ну, жалобу на прокуратуру краевую. Посмотрим, как она сработает. Год назад мы от редакции написали запрос в прокуратуру края, чтобы прокуратура края, у нас есть факт несоблюдения федерального законодательства. В связи с вот этими происходящими событиями был принят закон, который установил, что граждане и организации могут беспрепятственно продлить договор аренды земельного участка на три года. Я так понимаю, что это было сделано для того, чтобы немножко дать людям дышать от этих чиновников, которые высасывают все, высасывают все из карманов граждан дорогих, да, и занимаются коррупционной деятельностью. Ну и что вы думаете? У нас есть факт, что администрация незаконно отказала гражданке в продлении договора аренды без тех оснований, которые предусмотрены законом. Там указано, что гражданин пишет заявление, там, в течение, там, определенного срока, по-моему, пять дней, администрация обязана продлить. До сих пор мы не можем получить. Мы уже писали и запросы о предоставлении информации. Дайте нам результат рассмотрения нашего обращения. Не дают. То есть они продолжают заниматься этой деятельностью. И плевать они хотели. Да у нас, что там говорить? У нас департамент архитектуры пишет откровенную ерунду. Минстрой говорит одно, а департамент архитектуры, получая письмо Минстрой, говорит, да мы наплевали вообще на то, что они там в Минстрое пишут, как закон нужно выполнять. А мы вот будем делать вот так, потому что у нас губернатор сказал, у нас тут мэр сказал. И мы вообще, мы тут местное самоуправление, мы самостоятельны. Вы упомянули там Людмилу Сергеевну. Так вот, Людмила Сергеевна является арендодателем здания для департамента архитектуры города Краснодара и подведомственным ему учреждением. Практически все здание арендует мэрия, исправно платит за аренду. Договор заключен был без конкурсных процедур, и никого это не волнует. У этого здания на территории нет ни одного парковочного места. Тем не менее, его построили и тут же сдали в аренду именно департамент архитектуры. И прекрасно ввели в эксплуатацию, и никто никаких вопросов не задавал. Хотя это напрямую противоречит градостроительным нормам и правилам. Ни прокурор, ни Кондратьев, ни мэр, и никто, никто, никто. Поэтому то, что делает Людмила Сергеевна, ну, понимаете, вот Людмила Сергеевна сдает муниципалитету. Вы сможете сдать муниципалитету? Я точно нет, я точно нет. Я думаю, что вы тоже. И ввести в эксплуатацию вы не сможете, и построить вы не сможете. Потому что вам, если даже и выдадут разрешение, вам, у вас его отзовут потом. Ну, так они работают. И всего этого бы не было, если бы не деятельность, вернее, отсутствие деятельности или деятельная бездеятельность прокуратуры Краснодарского края. На сегодня это самый проблемный орган. Вот смотрите, мы опубликовали, что канализации подключены. Мы взяли просто технические условия. Посчитали мощности, да, с нескольких ЖК, сколько стоки составляют. И производительность КНС. И показали, что производительность не соответствует. А нам пишет там какой-то там начальник, какого-то там подначальника краевой прокуратуры, что наша, значит, информация не подтвердилась. Как не подтвердилась? Все это взято из официальных данных. Мы писали запросы, нам дали официальные ответы. То есть нагрузка превышает допустимую на сегодня в КНС Новознаменский. Вы не можете продавать воздух. Вы не можете подключать объект, если у вас нет мощности. Правильно, да? Они же как говорят? За это уголовные дела возбуждают. Мошенничество. Как можно продать мощность, если ее нет? Мы публикуем, а прокуратура говорит, да нет, там все хорошо. Ну как все хорошо? При этом по закону они должны дать мотивированный ответ. Мотивированного ответа нет. Там просто написано, все хорошо. А как вы прокомментируете вообще связку вот этих персонажей, про которые мы вам говорим, с судебной системой Краснодара? Потому что молва людская говорит о том, что предыдущее судебное сообщество, которого сейчас уже нет, там Хахалево, Новиков, Чернов. То есть якобы вот на ранних стадиях там вот эти вот застройщики, они каким-то образом были, ну каким-то образом связаны вот с этой вот порочной коррумпированной системой, которая, ну сейчас на данный момент ее нет. Что об этом говорит? Например, вот этот дом на Бородинской 10, про который вот мы как бы ведем сейчас свои там изыскания журналистские, он вообще не сдавался никаким, ну там как положено сдать любое построенное здание. Там 48 инстанций, пожарники, канализация, ну все, электричество, все должны у тебя этот объект принять. Но у нас есть на руках судебное решение, по которому в 13-м году этот дом был, как бы сказать, принят на баланс на основании судебного решения, что там все хорошо. Какой районный суд и фамилию судьи не помните? Вот судья Попова, она вам знакома? Ну, судья Попова по тем делам, которые мы поднимали по АВА-групп, везде в Первомайском районном суде, все эти дела в отношении АВА-групп и тех, значит, объектов, которые потом застраивала АВА-групп, была судья Попова. Валентина Васильевна ее зовет. Она работает достаточно давно в Первомайском суде, с большим стажем судья. Но что нас удивило, все иски АВА-групп рассматривались в рекордные сроки. Понимаете, там неделя, там 10 дней, там 15 дней. Таких сроков не бывает. Выносят решение, в котором обязывает выдать разрешение на строительство. Это же нужно изучить документацию. Ну, назначить какие-то экспертизы, там все сделать, там огромный объем. А судья же не является специалистом в строительных, там, в СНИПах, в строительных, там, этих всяких технических вещах. Как судья может вообще принять то, в чем она сильно не разбирается? Она юрист, почему? Причем администрация нам пишет все время, что они не участвовали, что их не вызывали в суд. Если департамент архитектуры является арендатором, там, у жены главы строительной компании, меня это, то, что вы рассказываете, вообще не удивляет. Зачем получать разрешение, собирать документы? Суд просто пишет, выдать, обязать выдать разрешение, обязать изменить генеральный план, обязать изменить правила землепользования и застройки. Вот. Обязать выдать разрешение без истребования дополнительных документов. Как вам нравится? Это в народе называется междусобойчик, да, то есть кто-то подает из своих на тебя в суд, да, приводит какие-то несущественные доводы, и в решении суда вы видите, значит, поставить дом там на кадастровый учет. Причем в этом участвует очень часто администрация. Мы буквально, вот, в крайней нашей публикации мы расписали эту схему подробно, как делается. Более того, чиновники как говорят, вот это мы не можем сделать, ты давай иди в суд, в суд. Подашь заявление, а мы проиграем тебе, и все. Ты, как бы, вот, это нам, а вот это там туда, и, в общем, ну, вот это регулируется таким образом. У крупных застройщиков, ну, в частности, вот у нашего героя, вот этого АВА, у них, как бы, за ними закреплены какие-то чиновничьи, какие-то ресурсы, там, определенный судья, определенный следователь, видимо, какие-то прокуроры. Если заявление, которое подают граждане, просто в прокуратуре, ну, в престоле они бы за это расстреляли, это как пистолет потерять, там, да, например, потерять дело, там, да, ну, а заявление это уже дело, папка за 8, номер присваивается. И когда люди говорят, мы потеряли, просто, конечно, уголовного причем, да. Когда в 2018 году люди вышли на дорогу, перекрыть хотели федеральную трассу М4Дон, люди из Новознаменского, жители Новознаменского, там, практически, сам, как губернатор говорит, мы, говорит, в пригороде власть устроили гетто. Мы почему и пишем, что персональное гетто Вениамина Кондратьева, а там застраивало АВАГРУП. И вот Рутюнян был как раз-таки на встрече с этими людьми. И когда Вениамин Иванович вышел, говорит, да все будет хорошо, да все тут построится, все будет прекрасно, все мы сделаем, мы все сделаем, он потом поворачивается к Вагану, говорит, ну, я все правильно сказал, да, Ваган? Вы говорите страшные вещи вообще, которые даже трудно поверить вообще. Почему я говорю теплые отношения? Потому что только человек, имеющий теплые отношения, а я с чиновниками работаю, ну, практически всю свою, так сказать, взрослую жизнь, я в свое время работал в администрации, в городской думе, и работал с первыми лицами, я знаю, как кто с кем общается, я знаю правила поведения, да. Ну, всегда есть партнерство, почему? Потому что власть нуждается в ресурсах, в частности финансовых, где-то что-то построить, где-то какие-то социальные вопросы решить. И глава администрации, естественно, обращается к бизнесу, чтобы помимо там бюджетного наполнения, да, какие-то вопросы закрыть, там, за счет там благотворительных вопросов, да. Но когда такие идут разговоры, мы понимаем, что там очень теплые отношения. В теплых отношениях ничего плохого нет, как бы сказать, отношения могут быть теплыми между людьми, которые что-то вместе делают или параллельно, но эти теплые отношения не должны порождать с собой нарушения законодательства, нарушения, там, норм, да, и так далее. Краевой департамент пишет нам, нарушение норм, и в Смородине, и ЖК Урал. И товарищ Кондратьев ничего не делает, тоже он, вот то же самое, как они взялись восточную часть развивать, типа развивать. Мы об этом написали, что там откровенный попил земли готовиться, а потом нас не догонят, принцип будет такой. Написали Валентине Ивановне Матвиенко. Федеральные земли были, комиссии под руководством Хуснулина переданы краем, краю в распоряжении. И вот там уже мы собрали информацию, там уже люди приготовились все растащить, распилить и между собой поделить. Но написали мы Валентине Ивановне Матвиенко и всю схему предоставили, по которой, как мы полагаем, произойдет все разделы этой земли, и государство не получит ни копейки. Но за это будет строить еще школы и детские сады. Ну вот, вроде теперь написала прокуратура, что все, наконец-то там эта вся тема закончилась, вот эта фикция с комплексным освоением территории, она пока завершена. Но будем ждать, что они придумают какие-то новые конструкции. Понимаете? То есть, они думали, что они только знают, как это можно делать. Ну и не думали, что журналисты тоже могут все эти, так сказать, их схемы видеть. Вот Хахалева, когда была, то есть, связывали напрямую, грубо говоря, деятельность этой компании, вот с этой Хахалевой. А сейчас какие-то есть там предположения, если это можно озвучить, конечно, с вашей стороны? Елена Владимировна ушла, но преемники-то остались, и они прекрасно работают. И я смотрю, вот там новый председатель краевого суда, а что поменялось-то? Ну ничего, по сути-то, не поменялось. У них стала, правда, работать пресс-служба. По сути, ничего не поменялось, понимаете? Поэтому схемы, которые существовали, ну, может быть, уже они не так открыто реализуются. Тогда это вообще какой-то был нонсенс. Я читаю эти судебные акты, я удивлен просто. Там такое ощущение, что судья, это имеет статус президента России, принимать такие решения. Там взять расы и землю, обязать отдать. А через год взять и сказать, да они же хотели там не сады вовсе делать, а застраивать. И поэтому, ну, если вы пришли сады, под сады землю просить, а через год вы пришли, говорите, а мы не под сады просили. Ну, это же уже, наверное, нужно квалифицировать как-то по действующему уголовному законодательству. На сегодня говорят, что схема работает. Но, в первую очередь, проводником всех этих дел, как вот говорят в кулуарах, это является администрация края. Вот, теплые отношения с Венимином Ивановичем дают ход всем этим строительствам. И то, что это продолжается. И то, что есть отношения с органами прокуратуры. На уровне генеральной прокуратуры. Это, вот это, может объяснять то, что краевая прокуратура не принимает никаких мер. И вот нужно посмотреть вот эту цепочку, кто кому ездит, кто там что покупает, да, кто там чьим кошельком является. И тогда все будет ясно. И эта система, она перестанет функционировать. Федеральные власти не заинтересованы. Я вам скажу, что запросы, которые мы направляем в федеральные органы, мы всегда получаем надлежащие ответы о действии законодательства. Как правильно делать, как положено делать. То есть, в отличие там от краевой прокуратуры, все всегда хорошо. Но, с прокуратурой какая проблема? Краевая прокуратура практически занимается всем. Она курирует здесь все. Генеральная прокуратура отправляет сюда. И отсюда опять приходит какая-то ерунда. И туда пишут ерунду. Вы же знаете, что в дело положил, а там сотрудник посмотрел, ну, вроде соответствует. Дополнительные материалы не запрашиваются. И вот, если будет создана когда-то комиссия и разобраны эти все дела, комиссионно на уровне генпрокуратуры, тогда всплывут и фамилии, кто это все дело крышевал, кто это все эти вопросы притормаживал, не давал хода. Вот департамент архитектуры это просто орган, который может отказывать кому угодно в законной выдаче разрешения на строительство. И вот судебные акты, которыми их годами они эти судебные акты не выполняют. Вот. Есть судебный акт, в котором написано, что длительное время департамент архитектуры не исполнял судебные акты. Поэтому суд, арбитражный суд вынужден был написать решение, обязать выдать разрешение на строительство. Потому что до этого требовали от департамента. Вот смотрите, человек принес заявление и документы. Ему отказали в выдаче разрешения. Суд. Человек пошел в суд. Говорит, вот суд. Я обратился. Суд истребовал все документы. Посмотрел. Говорит, незаконно отказано. Незаконно. Вот. Все документы были. Все соответствовало. Поэтому я обязываю орган заново пересмотреть это же заявление с этими же документами. Соответственно, на ту же дату, когда они поданы. Что вы думаете? Человек подает заявление. Снова то же заявление. Те же документы ему отказывают. Придумают какое-то другое основание. Законно это? Да, конечно, нет. Суд проверил, что нет оснований. Он признал твои действия незаконными. Ты должен выдать разрешение. Если действие отказать в выдаче разрешения незаконно, то единственное законное какое решение? Выдать разрешение. И, соответственно, судебный акт на это и направлен. Как защита нарушенного права. Но суд не может подменять орган и обязать его выдать. Он должен указать органу, что ты не прав. Пересмотри заново и прими законные решения. С учетом того, что мы уже рассмотрели, что все там закон. Но, тем не менее, отказывают. И вот по делу Диаса суд уже вынужден был в кассационной инстанции написать, что, значит, изменить формулировку в решении. Потому что, ну, департамент не исполняет просто судебный акт. Заново отказывают людям и все. Люди несколько лет ходили в суды. По двум делам у них два дела. Два там. И я понимаю, если бы они там строили микрорайон. Они строили какой-то там офис. И исполнение судебного решения влечет за собой там административную и достаточно серьезную ответственность. Поэтому, как бы... И уголовную ответственность. Но это же должен прокурор делать. Прокурор должен инициировать. Он в защиту общественных интересов выступает. А не исполнение судебного акта это общественно опасное деяние. Жильцы, ну, они когда... Те, которые называются заложниками вот этой компании строительной и вот этого авыгрупп. Они, ну, пытались поменять управляющую компанию. Они обращались в городе к каким-то, ну, известным и продуктивным компаниям. Типа, возьмите нас, да. Возьмите нас на обслуживание каким-то образом. Но те, когда слышали, что это авыгрупп, они все отказались практически, значит, от сотрудничества. Потому что, да, там, слушай, эти люди, они решают вопросы. Никто с ними связываться не хочет. Слишком там уж они как бы влиятельны. Ну, и одна компания, по-моему, Encore как-то она называлась. Они, ну, как-то не побоялись и говорят, мы посмотрим. Они приехали, ну, посмотреть на хозяйство. И они, они когда обошли все, ну, они там увидели, что это находится в ужасающем состоянии. Не отремонтированы подъезды. Там вся, грубо говоря, инженерия. Ну, практически дом под капитальный ремонт. И они отказались по этой причине. Я говорю, слушайте, здесь вот надо реально вкладывать миллионы-миллионы денег. Да, мы как, ну, эксплуатирующая организация, ну, мы к этому не готовы, да. То есть это, это вот, это к чему приводит принятие по судебным решениям. А есть еще один штрих там, да, вот в этой истории. Вот эти вот, ну, будем говорить, назовем их так, высокопоставленные жильцы. Да, вот эта вот группа, там, армянская диаспора, плюс работники АВА групп, там, ну, и вот эти руководители. В частности, та же незабвенная Людмила Сергеевна. Она является жильцом этого дома. Она там, как бы, имеет недвижимость и живет. У нее, в частности, только у нее одной долг 300 тысяч. Совокупно, совокупно должников по коммунальным платежам у дома на 5 миллионов рублей. И все эти должники, они являются членом вот этого вот высокопоставленного коллектива жителей. Так вот, эти 5 миллионов управляющая компания даже в суд не идет. Она не идет взыскивать, да, эти деньги с тех жильцов, которые им реально должны. И которые, как бы сказать, подписывали договор с управляющей компанией. А знаете, по какой причине, когда вот эти другие жильцы, инициативные группы спрашивают. Ребята, а чему вот управляющая компания? Нам должны 5 миллионов. Вам что, не нужны 5 миллионов? Нам что, нам не надо ремонтировать? Нам не надо содержать? Они говорят, а мы не можем на них подать, мы не знаем их паспортные данные. Вообще, если правильно на это посмотреть, это вообще уголовно наказуемое деяние. То есть, введение, грубо говоря, любой организации, сознательное введение организации в банкротное состояние. Это вообще уголовно наказуемое. А вообще, вот это руководство, во главе, кстати, с незабвенной Людмилой Сергеевной, они, кроме мелких провокаций против жильцов, провокации, уровни развешивания всяких объявлений, компрометирующих, там и так далее, борются с активистами, да, там, ну, каким-то образом, там, блокируют им какие-то возможности, ну и так далее. То есть, там, нам пытались тут сделать провокации, давить, ну, это не давить, это прям настоящая провокация. Тут какие-то высокопоставленные московские армяне появлялись и начинали нам тут какие-то пихать деньги за то, чтобы мы материалы какие-то снимали. Попытки-то эти делаются, мы-то хорошо это понимаем. Ко мне тут гонцы приезжали уже, причем находят людей, которых я хорошо давно знаю, и вот просят урегулировать какие-то там вопросы. Давайте совместно с вами, там, как бы, эту ситуацию держать на контроле, соответственно, у нас с вами такое уже, такое, такое, достаточно интересное, ну, и полезное взаимодействие. Спасибо за беседу, было очень содержательно, и я думаю, что она была не последний раз. До свидания. Продолжение следует...